всем добрый день я на работе в своем кабинете я сейчас не называют парикмахерской потому что я работаю одна время обеда и кофе уже давно улетучился купила рядом у меня красный и белый магазин всяко-всячно купила ну во-первых захотелось творога так это у меня дезинфицирующее средство дали сейчас магазине фризон для парикмахерских для всего ой калимый спирт руки обработала творог у меня первый вкус 9 процентный был вот то что было в наличии так сахар у меня нет сметаны не было думаю так буду есть с вареньем абрикосовое варенье боже какую же она прям вообще вот как не переваренная вот такими вот дольками вкусняшка сейчас я покушаю кто-то может скажет неправильно говорю надо говорить поем да поем 99 рублей лимон и вот две штуки 99 рублей так чьи лимоны южная африка в дорогу взяла чай в москву пакетики просто выложим с чем он с этим вот ведь забылась чабрецом пакетики вот такие это орешки кешью я очень люблю кешью это фундук взяла еще арахис куда же ты попал то арахискому он в такой эти оболочки жесткой но мне он нравится так апельсины апельсины поесть взяла три апельсина была в упаковке так нас это тоже по моему африка сорт валенсия так южная африка не не сладкие там нет толстокорые и не сладкие будем ждать вот тут попки как я их называю когда здесь такие вот папочки они сладкие так раз сегодня я не иду на обед купила ко мне придет еще клиентка поздно вечером сегодня будем с ней торт трюфель пробовать кофе так и вот такой вот подарок уже новогодние подарки продают я был коробка мне не нужно на работе здесь будем конфетки всевозможные узнаете прям хороший подарок и киткат и как он называется сникерс вот такие вот конфетки тоже с орешками ну хорошие хорошие в общем это типа орео рио 3 он называется это здесь для парикмахерской ну что сейчас обедаю и хочу с вами кое о чем поговорить я чай зеленый и рассуждаю о завтрашней поездке сегодня ездила в универмаг наш отдел профилайн и отдел бестель накупила много всего для работы и пудру и бальзамы и вам кстати покажу хорошие вещи которые пользуюсь я сама который я могу действительно сказать что вот это вау и мужчина меня завтра этот который меня возил то и обратно в магазин и на работу завтра повезет меня в аэропорт у него машина hyundai solaris эта фирма такси майами в общем то договорились с ним не курящий салон мужчина нормальный в общем я так думаю что все будет хорошо договорились на девять часов лишь бы это было все конкретно я еще раз ему конечно позвоню что хочу сказать насчет москвы я когда еду снимают там квартиру почему ну потому что у сына квартира маленькая и не хочу я их стеснять к тому же он вечером поздно работает на компьютере на это получается там надо будет нам раздвигать диван и как раз до его компьютеры там ночи неудобно короче я сама прекрасно понимаю что никому мы там не нужны хоть он и говорит мам давай ко мне ко мне мне быть спокойнее на квартире причем еще вторая причина он живет от метро некрасовки в зенина в люберсах до станции метро надо еще ехать и район очень сильно у них расширяется поздавали очень много уже станы дома людей больше парковок меньше но это парковках и плюс на остановках тучи людей это вообще погода портится это не летом а почему летом я в нему не жила потому что его жила кати мама она жила два месяца поэтому никак не не довелось вот пожить и ночевать у сына все время я снимала квартиры не красовки сначала в зенина помогали ему делать ремонт помогали с мебелью собирали в общем много чего это было в июне и так мы летали каждый месяц я принималась в центре репина мне правят позвонки мне убрали холку мне мой перекос убирают в общем кому интересно заходите на канал юрий репин посмотрите как это все происходит я уже показывала как это со мной происходит это довольно таки все сильно бьют это больно вставляют позвонки на место но я была пять сеансов я такая была кривая я была на обезболивающих не уже предлагали операцию и теперь я чувствую себя человека вот шестой сеанс он наверное будет корректировочные потому что кое-какие вот у меня позвонки еще не стали на место это в районе крестца потому что я еще чувствую небольшую боль во сне пью обезболивающее на ночь я всегда насть я пьют одну таблетку хочу вообще избавиться от таблеток в общем такие вот дела снимали мы квартиры а сначала у одной женщины это в зенина а потом звоню занята квартира занята и познакомились с аллой из некрасовки у нее там несколько квартир есть переделанные квартиры с однокомнатной переделанные на две квартирки как они студии мы в такой если можете кому интересно посмотреть были знаете шикарный ремонт хорошая мебель матрас хороший ортопедический но за стеной жили шумные соседи это получается мы как в одной квартире просто тонкая перегородка я слышала их все все слова и мы не спали до 3 до 4 утра я не спала алена не слышит а я не сплю и в общем я ей сказал что вот такие квартиры мы снимать не будем только в однокомнатную где вот ты зашел ты в квартире хозяин мы такую же одну снимали и вот в этот раз я с сентября уже я знала что я после турции поеду в москву у меня уже были на руках билеты куплены они были давно два месяца назад и с сентября я ей писала алла давайте нам вот эту однокомнатную квартиру пожалуйста нам очень понравилась она мы студию не хотим на да 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 пожалуйста пожалуйста проходит сентябрь октябрь в октябре я ей опять пишу не отвечает я и звоню она ой вы светлана вот такая вот отошная вот так вот переживаете все будет хорошо ладно звоню есть за неделю до нашего отлета что она мне говорит что у нее эту квартиру снимает семья которая делает ремонт в своей квартире и и я не знаю как она говорит съедут они или нет но в понедельник я вам позвоню сегодня среда она не позвонила вы знаете как она мне уверяла что все 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 будет хорошо это там вот у меня еще там есть одна квартира да я вам предложу что-то другое и вдруг раз и она обо мне забыла но я-то подстраховалась на авито нашла квартиру прямо станции метро некрасовка пролетарскую пролетарскую забыл как называется улица вспомнил написано это прям вот прям выходишь из метро и вот тебе дом мужчина сергей я уже проплатила ему задан как аванс аванс внесла за эту квартиру квартира однокомнатная немножко дороже стоит не 2000 но может быть и цены подняли 2 200 уже за трое суток будет 6 600 и он мне прислал видео этой квартиры все обошел от прихожей до комнаты кухни и ванная все чистенько хорошо я ему сказал что мне нужно второе одеяло обязательно там и диван есть и кровать и двуспальный мы будем спать на кровати вдвоем говорю но мне надо 2 чтобы одеяло было в общем да без проблем минимальный набор посуды есть там чашки ложки тарелки кастрюлька говорю так вот чтобы яичницу пожарить пельмень сварить вот особо готовить мы там не собираемся в общем квартира забронирована и я все равно ждала что позвонит аула алла не позвонила не понедельник и вторник сегодня среда завтра мы вылетаем представляете вот как и мне многие как цветы такая вот дотошная ты такая паникерша как не паниковать вот как не паниковать если человек сказал вот я уверяю что все будет хорошо и вдруг такие вот дела как говорят вот надо быть пофигисткой но как быть пофигисткой нет уж извините я люблю что было заранее все точно и конкретно в общем все я собираю сумки сумки еще не собраны вечером будем собирать смотрите вот что у нас под кластью два дня назад вы умыли полы и вот у соседей двое детей мальчиков они пришли со школы обчистили ноги и вот в таком все виде и также это на первом этаже это вот я сейчас на пятом на самом покажу первый этаж а это я уже на первом этаже вот эти все ошметки грязь вот это первый этаж одни и те же дети сделали я опять прибежала в свой кабинет сейчас женщина с работы придет время 5 на 7 она 15 7 придет ну в общем есть вот такие которые поздно приходят я сбегала домой его сняла вам что соседские дети испачкали ступеньки я своему говорю говорю смотрю когда я видел и первый этаж и здесь он говорит ну соседские дети там папа такой семья папа курит в подъезде и ну сейчас мы с ним вообще как бы ничего ему не говорим и раньше когда максим у меня жил со мной и он аллергик я говорю слушай что ты куришь в подъезде выйди на улицу там и кури и вот он там нечет и начал ерунду всякую говорить я говорю сейчас вот тебя сгрузить сфотку и штраф на тебя наложим а он вроде того что у него там все схвачено и кто-то у него там работает в милиции я говорю ну понимаешь это не по-человечески я не то что там вот тебя хочу запугать и но это нехорошо некрасиво это воняет это ну в общем теперь подросли дети дети у него школьники а около школы грязь и видно они там вот нашли грязи зашли в подъезд и давай обчищать поднялись на пятый этаж давай обчищать но я им я к это сыну это мужу говорю слушай говорю сказатель ела на кати больше всех надо и и вот понимаешь я вот вышла из квартиры и вижу такую это что женщина моет помогает ей маленькая дочка лет 10-12 там от силы она мыла значит перила мама мыла полы у них генеральная уборка только-только прошла вот понимаете вот говорю чистый подъезд ребенок мыл помогал и тут вот таких два свинюшки взяли и вот так вот сделали ну что делать в таком случае я не знаю сказать соседу он опять обидится молчать и продолжать будут они в том же духе я не знаю вот как бы сделали вы и